Змеи Змеи, как завороженные, поворачивают на них свои капюшоны. Давайте, у кого ручки свободны, поаплодируем нашему шоумену. Змеи нас с вами не слышат, но, поверьте, нашим шоуменам очень приятно видеть, когда мы с вами реагируем на то, что они делают. Сейчас он пройдется по кругу и будет готовиться к одному из самых опасных трюков и в Восточной Азии. Приманивает к вам поближе. Девочки, ну вы не бойтесь, они не поползут. Он сейчас будет готовиться к трюку, который называется «Пацаны со смертью». Я думаю, догадались, что будет делать. У нас с вами на глазах он будет расцеловывать этих ядовитых красоток. Их очень сложно, поэтому, если поцелуй состоится, мы с вами обязательно во все ладоши будем аплодировать. Контролируют сразу всех трех змей. Это достаточно сложно. Задача шоумена осторожна, без лишних усилий приблизиться к змее. И поцеловал. Поцеловал, уважаем его, естественно. Давайте поаплодируем. Браво, а это молодец. Вот такие не страшные шоу мои. О чем-то своем там поговорил. С ней пальцем погрозил. И сейчас будет целовать еще одну красотку. Смотрим. И еще один поцелуй. Браво, Тайс. Есть утешной. Смотрите, какая техника поцелуя вам демонстрирует. Очень опасный был момент. Очень опасный. Вот предлагают нам с вами девушки, мужчины, кто желающий. У нас осталась еще одна змея. Ее тоже можно поцеловать. Но, конечно, у нас с вами так не получится. Наблюдаем. Еще один поцелуй. Браво. А это молодец. Потрясающе. Здесь колор каждый день своей жизнью и здоровью. А сейчас, смотрите, он голыми руками будет складывать капюшоны этих змей. Очень сложно было сложить этот капюшончик, но наш шоумен запросто справляется со своей задачей. И вот сейчас будет очень интересный момент. Вы знаете, у нас практически в каждой группе есть скептики, которые считают, что змей на самом деле не ядовитый, что в Таиланде все шоу – это что-то не настоящее. Вот сейчас мы вам покажем, что у нас абсолютно все по-честному. Смотрите, у нас леглась ложечка. Ребята, очень близко. Ручки не подносим. Хорошо, когда будет яд цеживать, чтобы он вам на кожу не попал. Сейчас этой ложечкой он нашлет наш шоумен на верхние плыки и кобры. И из них по ядовыводящим каналам должно показаться несколько капелек яда. Если вы яд увидите, обязательно поаплодируем. Нажимаем. Смотрим. И мы даже отсюда смотрим, что это прямо взлетает. Огромное количество ядов не делилось. А представьте, всего лишь одной маленькой каплей можно убить несколько человек. Причем как убить, так увеличить. Потому что яд опасен только тогда, когда он попадает кровь. Когда-то во Франции в Литовике добавляли одну капельку яда в вино, этот напиток выпивали для улучшения состояния собственного иммунитета. В принципе, мы с вами тоже можем выбить свой бокал и нас как ядов. Потому что мы с вами уверены в здоровье полосок и сам, даже если там не было микротрещина и здоровье желудочно-кишечного трактора. В противном случае придется поднять кровь. Абели, абсолютно верно. Кстати говоря, милые дамы, если у нас есть незамужние барышни в наших группах, пожалуйста, если вы хотите выйти замуж, поцелуйте эту кобру. В течение года ваше желание обязательно исполнится. Кто хочет замуж, если вы действительно хотите этого. Поцелуйте кобру. Вы поцеловать девушке не обязательно, потому что там не обсуждают. А все остальное дело, пожалуйста, в вашем распоряжении. Обеими ручками трогайте только шею и не нажимайте, конечно, да, потому что змея, поверьте, такой у вас не любит их жидкость. Потрогайте. Даже если вы боитесь змею, потрогайте, поверьте. Это приносит только хорошее. Здесь на Востоке очень верят в силу змей и левой, и правой ручкой. Акцент, конечно, делаем на правую. Трогаем обеими ручками. Девушки, обратите внимание, какая у нее приятная кожа. Вот даже у нас желающие поцеловать нашлись, правильно, пару раз. Так что вы абсолютно все верно делаете. Трогайте. Вот, молодцы. А говорили, что боитесь змей, а практически все подробно одно из самых ядовитых змей. Давайте, Тиме тоже нужно и здоровье, и девушек побольше. Так, все. Молодцы, аплодируем. Вы семей наши красавицы. Ну что ж, у вашего гостя. А следующий участник нашего шоу – это один из видов «Крелесный змей». «Крелесные змеи» абсолютно по-другому себя ведут. Перед нами будет выступать лучистый голос, как мы вам обещали. Посмотрите, он сейчас будет складываться горошечкой и выпрыгивать в различных направлениях. По-другому этого голоса называют «джам-дресский». Но очень агрессивный, невероятно. Подвижный, знаете, чем опасен? Яга у него нет. Зато пасти вот этой маленькой змей и третий зубов. Острые, как бритва, очень мелкие, как иголочки. Если пускают, ничего приятного. А нам сейчас покажет очень интересный номер. Смотрите, палец шоумена должен оказаться в зубовской пасти этой змеи. Если все получится, обязательно поаплодируем. Страшно, если честно, наблюдать, потому что во время работы с этими змеями у нас больше всего травм не происходит. Они непредсказуемы. Видите, как вот он неожиданно взял и выбрыгнул. Выпрыгивают, как правило, или в сторону головы, или в сторону нижних конечностей, потому что змеи лучше всего воспринимают их на темные цвета. Не хочет, но этот палец у вас не кладешь, что называется, да? Наши шоумены все равно стараются как выполнить свою работу. Браво! Я думаю, вы видели, да, что включилась эта модель. Здесь страшный шоумен. Очень агрессивный пол. Здесь, как бы работать не хочет, попытаются пустым ползти. В нашем этаже наблюдать. Кстати, знаете, местное население любит этих змеи. Их головы даже в природе. И выпускают в сельскохозяйственном воде, где эти полосы способны уничтожать всевозможных грызунов-предителей. То есть это такие помощники в сельскохозяйстве. И еще разочек сейчас смотрим, наблюдаем. И... Получилось? Браво! Давайте поаплодируем. А это молодец. Вот такие бесстрашные шоумены. А сейчас мы с вами не боимся. Не боимся. Не боимся. Смотрите, а мне немножко адреналина не помешает. А на самом деле он хотел ползу напугать. Закручиваем его, чтобы ползу загружить этой змее. И сейчас будет готовиться к очень интересному трюку. Наши помни, все тайские очень любвеобильные. Стараются расцеловать всех змей без исключения. И вот сейчас этого ползу тоже попробуем расцеловать. Получилось. Получилось. Браво! Я думаю, достойный аплодисмент. Вот я тебе, что вам предлагает. Мне нужно идти, да? Мы лучше со стороны с вами понаблюдаем. А сейчас, я думаю, еще разочек поцелуй для тех, кто не видел и кто не успел сделать фотографии. Так. Получилось. Браво! Ася, молодец. Вот такая опасная работа. Чего только не сделаешь, как говорится, ради хороших человек. Вот такие у нас шумные. Браво! Молодец! Очень перманский сетчатый питон. Вот этот пупитончик он просит на всего лишь два с половиной года. А он по размеру больше любой из коры. И смотрите, как ведет себя питон. Сначала он притворяется очень медлительно, моряженым существом. А потом неожиданно будет выпрыгивать и сразу раскрывает свою пасть. Вот понимаете, пасть питона это не то, что пасть от чистого полоса. Во рту взрослого питона может вырасти порядка 100 зубов. Эти зубы расположены в два ряда и запуты внутрь, как рыболовные крючки. И если питон схватит зубами свою добычу, то поверьте, обратной дороги у жертвы уже просто-напросто нет. Он пару-тройку колец своего собственного тела набрасывает на тело жертвы и начинает ее очень медленно, осторожно тушить. Тушит осторожно. Основная задача питона не повредить костью своей жертвы, потому что впоследствии ему придется целиком свою добычу прокладывать. Что есть питон? В живой природе для взрослого питона абсолютно любая добыча весом до 80 кг подойдет. Синдеронный, красный, губаный, каймановый, прокладил все что угодно. Казалось-то, голова маленькая, как он может вкладать крупную добычу. Дело в том, что челюсти питона они между собой не закреплены как у человека. Между ними находятся эластичные связки. И если питон решил обедать, он сначала свою пасть раскроет на 180 градусах, а потом растягивает эти челюсти до невероятных размеров. И как пчелок с помощью десяти тысяч мышц своего тела начинает натягиваться на тело жертвы. Вы знаете, питоны даже для нашего времени, еще со времен динозавров, это одно из самых древних существ на нашей планете. И сумели сохранить свой вид. То есть это такой памятник природе. Ну что ж, уважаемые гости, я думаю, шоу вам понравилось. Давайте поаплодируем еще раз почек нашей группы. А сейчас, как мы вам обещали, у вас у всех будет уникальная возможность собегографироваться с питомом. Шоу и фотографии для нас с вами абсолютно бесплатны.